Добрый день! Новости на канале БТБ. Спасибо, что смотрите нас. Назначение Ложкина, главой администрации президента, свидетельствует о том, что президент пошел по пути, скажем так, узкой кадровой политики. То есть ставят от тех людей, с которыми он работал, которых он очень знает. Но, в принципе, при назначениях в администрацию президента тут ничего удивительного нет. Ему нужен человек доверенный, с которым он долго работал и о котором многое знает и знает, скажем, стиль работы. Хуже будет, если такой принцип узкого назначения будет проводиться при других назначениях в стране. То есть при назначениях министров, в администрации и так далее, и так далее. Потому что по состоянию на сегодняшний день в стране необходима очень четкая расстановка эффективных людей, в том числе в сфере национальной безопасности. И еще одно кадровое назначение. Пресс-секретарем президента Украины назначен Святослав Цеголко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Святослав Цеголко, украинский тележурналист и телеведущий, в 2001 году он окончил факультет журналистики Львовского университета имени Ивана Франко. Председатель столичной госадминистрации Владимир Бондаренко подал в отставку. Об этом он заявил сегодня во время отчета по итогам 90 дней работы. Бондаренко написал заявление президенту Украины о сложении своих полномочий. Теперь Петр Порошенко должен принять решение. Напомним, обязанности председателя киевской госадминистрации Владимир Бондаренко исполнял с марта этого года. Президент Украины определится, что мне делать. Скажет, идти туда пойду, потому что он глава государства и человек, с которым у меня всегда были хорошие отношения. Но я еще раз повторяю, для меня не будет никаких проблем дать возможность народно избранному мэру формировать сегодня свою команду. Чтобы я не был для него обузой, со своей стороны я буду требовать, как депутат Киевского городского совета, продолжение некоторых перспективных программ. Для мирного населения, которое хочет покинуть территории, где проводится антитеррористическая операция, будет создан гуманитарный коридор. Такое распоряжение дал президент Украины Петр Порошенко руководителям силовых ведомств. Безопасный выход граждан из городов должно организовать правительство. Обеспечить перевозку людей, развернуть сеть мобильных пунктов с питьевой водой, питанием и медикаментами. А местные органы власти должны разместить беженцев, прибывающих из района антитеррористической операции. Глава парламентского комитета по вопросам военной безопасности и обороны, экс-министр обороны Александр Кузьмук, отметил, что для возможности быстрой организации гуманитарного коридора необходимо договориться с обеими сторонами противостояния. Коридор – это непростая вещь, но он вполне в короткий срок может быть осуществлен. Это точно двусторонний вопрос. Мы обеспечим коридор, но не сможем гарантировать, что другая сторона не будет осуществлять провокации и убивать людей, желающих уехать. Заявление президента Украины Петра Порошенко о гуманитарных коридорах из Юго-Востока не является уловкой или военным ходом. Так прокомментировал решение главы государства, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также выразил надежду на то, что если Киев прекратит военную операцию на Юго-Востоке, Украины боевики ответят взаимностью. Сила антитеррористической операции готова обеспечить безопасность перемещения беженцев с районов, в которых ведутся боевые действия. Об этом сообщил руководитель группы информирования об антитеррористической операции Владислав Селезнев в Фейсбуке. По его словам, террористы пытаются вырваться из Славянска. Сегодня в результате обстрела ранены два украинских военных. Вооруженные силы Украины, подразделения Национальной гвардии и МВД продолжают сжимать кольцо вокруг бандформирований. Силы АТО возводят новые блокпосты и пересекают все попытки боевиков вырваться из окружения. В Славянске погибли двое детей. По сообщению пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, в результате осколочных ранений погибли мальчик и девочка 12 и 6 лет. Чтобы избежать жертв среди детей в зонах проведения антитеррористической операции, их вывозят в санаторий Одессы. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Павел Полянский. По его словам, за последние дни из Луганска в Сергеевку вывезли около полтысячи детей. Отдыхать они там будут до конца лета. А вот из Донецкой области детей пока не вывозят. Местная власть их направляет в местные здоровительные летние лагеря. Минобразование уверяет, что там детям ничего не угрожает. Дети-сироты, которые при нашем содействии были вывезены из Луганска в Одессу, в эти минуты уже доезжают до курортного поселка Сергеевка Одесской области, где они будут находиться до августа. Соединенные Штаты Америки не финансировали Майдан и не будут устанавливать системы противоракетной обороны в Украине. Об этом заявила официальная уполномоченная Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Она также предостерегла от спекуляции на эти темы. Виктория Нуланд подчеркнула, что Соединенные Штаты всегда поддерживали и будут поддерживать Украину на пути проведения ключевых реформ. Так, начиная с 1991 года, Вашингтон выделил нашей стране около 5 миллиардов долларов. Однако аналогичную помощь американская сторона оказывала и России. Да, США поддерживали Украину с 1991 года, и общая сумма этой поддержки составила около 5 миллиардов долларов. Это помощь во всех направлениях, ликвидация последствий чернобыльской катастрофы, социальные обмены, программы поддержки свободных и честных выборов, антикоррупционные усилия, энергетическое развитие. В этом контексте я отмечу, что в течение того же периода, с 1991 года, США потратили около 18 миллиардов долларов на поддержку тех же направлений в Российской Федерации. И снова не договорились. Вчера на семичасовых газовых переговорах в формате Украина-ЕС-Россия значительного прогресса достичь не удалось. В чем причина, выясняли наши журналисты. Очередной раунд газовых переговоров, который длился накануне до поздней ночи в Брюсселе, снова оказался малорезультативным. Стороны наконец-то перешли к рассмотрению вопроса стоимости газа. Украина продолжает настаивать на том, что цена ресурса должна быть, как в первом квартале текущего года, 268,5 долларов за тысячу кубометров. Однако Россия предложила не пересмотр ценового параметра в действующем договоре, а снижение экспортной пошлины на голубое топливо. Украину этот вариант категорически не устраивает. Газпром предложил. Газпром предложил механизм формирования цены, как предоставление соответствующей скидки на пошлину по цене на газ. В такой ситуации стоимость на ресурс регулируется постановлением правительства Российской Федерации. И в любой момент такое решение может быть отменено. Но, естественно, такие принципы формирования цены не устраивают украинскую сторону. Тем временем Москва настаивает на полном погашении долга за потребленный ресурс. Украина готова сделать это в самое ближайшее время, как только будет установлена экономически обоснованная цена ресурса. В ходе переговоров стороны обсудили и вопросы надежности транзита газа через Украину и закачки его в подземные хранилища. Вместе с тем, как отметили в Еврокомиссии, вести переговоры очень сложно, поскольку российская сторона пытается представить украинскую как ненадежного партнера. Тем не менее, в Еврокомиссии не теряют надежду на скорое разрешение газового вопроса. У нас остались открытые вопросы и различные оппозиции, но мы договорились продолжить переговоры во вторник вечером. Переговорный процесс продолжается. Ныне украинская и российская стороны советуются со своими представительствами касательно открытых вопросов. И вместе с тем, участники консультации договорились. Пока продолжается переговорный процесс, поставки ресурса приостановлены не будут. Эмилия Денежная, Виталий Литвин, БТБ. Национальный банк расширил критерии, по которым финучреждения могут отнести к категории проблемных. Среди них нераскрытие ведомости о собственниках банка, обвинительный приговор в отношении действий его руководителей в финансовой сфере, невыполнение без обоснованных причин требований Нацбанка. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Урядовый курьер». В категорию проблемных банк может попасть также, если в отношении него вынесено судебное решение, выполнение которого может негативно повлиять на репутацию банка, либо привести к потере более 1% активов. Также НБУ разрешил для осуществления особого режима контроля, одновременно с назначением куратора банка, привлекать специалистов по бухучету, информационным технологиям и юридическим вопросам. И в завершение выпуска информация о погоде. На этой неделе в Украине будет не жарко и ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха днем составит от 19 до 25 градусов. Только на Закарпатте она поднимется до 30 градусов. Впрочем, несмотря на общее понижение температуры в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях, сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Мы не ожидаем существенного распространения пожарной опасности высокого класса на регионы Украины. Поскольку в этот период не будет наблюдаться сухая погода и очень высокий температурный режим. А, собственно, в Луганской области за счет выпадения дождей, которые пройдут в течение ближайших двух дней, этот показатель понизится до первого и второго класса. Спасибо, что были с нами. До встречи ровно в 5 часов вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова